В момент перемещения, смены позиции нам прилетело, так как нас выявил беспилотник уражеский, нам прилетело и впоследствии мы начали оказывать помощь раненым, выносили раненых и прилетело еще раз. И в момент, когда я выносил раненого, уже сам стал раненым. У нас в общей сумме 9 трехсотых, 9 раненых, 2 двухсотых, 2 мертвых и 5 тяжелоконтуженных. А так, чтобы я страдал от увиденного или на какие-то душевные страдания, нет. Страдание такое, потому что бесполезен сейчас. Сейчас наше основное заведение – помогать людям восстановиться после раненых, после травмующих событий и максимальную количество воинов вернуть в строй. То есть помогать им восстановить свои силы, восстановить мотивацию, ресурсы и вернуться к стану боевого готовности. Это сейчас первая очередь, наши задачи. В первую очередь, у меня был очень плохой физический состояние, я практически не разговаривал. Но сейчас немного восстановлюсь, но в ночи я очень бурхливо сплю, я в ночи просинаюсь, мне иногда не хватает кисни, турбуют иногда такие тяжкие сни, авиация летает, что-то такое. Лично я думаю, что я восстановлюсь, но душевно. Лично я думаю, что сейчас есть война артиллерии и таких травм, таких поранений, как мы их называем, невидимые наслідки войны, травмы, которые не видно. В другой момент, это понятно, что участь в боевых действиях, это ситуация, которая не нормальная для людской психики. Уникальным есть, скажем так, опыт, когда все достаточно черно-биле и на линей, и поэтому это, наоборот, один из рис, который объединяет всех военнослужащих военнослужащих. Это то, что свет достаточно безвидцинный. Это то, что мы работаем с травмой, с депрессией, с депрессией. Это то, что мы занимаемся, как заикание у наших пациентов. Я до этого не служил, то есть занимался физически. Боевая защита, там рукопашный бой, и страйкбол, пенбол. Обстрел происходит под дождем, когда бываешь, ты мокрый. Ну, точно так же и там. Там дождь идет, но и снарядов. По-своему весело. Ну, в целом, все хорошо. Задача была вывести людей и завести новых. Задача выполнена на сто процентов. Была психологическая такая бомба, я бы так назвал, в голове. Поэтому я сказал, что мне надо время отдохнуть, выдохнуть, отойти. Быть полноценным я люблю. Ну, целый, здоровый, слава богу. Я могу разговаривать, кушать, слышать и разговаривать, дышать. Для меня это огромный дар, что я вернулся оттуда живой, целый. И мне дается возможность жить дальше, любить, развиваться. Почему я не воспользуюсь этим моментом? Я так и иду вперед, вот и все.